Привет, друзья! Рыбалка, которую я сегодня хочу вам показать, для меня стала одной из самых лучших зимних рыбалок. Это слишком, конечно, громко звучит, если учесть того, что у меня всего там было несколько зимних рыбалок, 4 или 5. Но вот среди тех рыбалок, которые у меня были, это одна из лучших, потому что окуни ловились большие, хорошие. В общем, смотрим! Чем мне нравится зимняя рыбалка, то, что на нее нужно минимум необходимого. И нет какой-то суеты такой, как с лодкой. Плывешь, суетишься. Хотя тут тоже, конечно, пришлось пройти километра полтора, наверное. Но, тем не менее, даже отхождение получаю удовольствие. У нас сейчас немножко упала температура, практически до ноля. До этого, в общем-то, стояли такие приличные морозы. Так что, может быть, скоро времени и удастся походить на спиннинг. Кстати, вы там в комментариях, если что делаю не так, подсказывайте, потому что зимний рыбак из меня еще тот. Хотя, вроде я как бы посмотрел в этом году видео разные. Как люди ловят. Наверное, более-менее готов, мне кажется. Сейчас буду пробовать на блесну сначала, а потом, если не получится, на балансеры. Я на них хоть чуть-чуть умею ловить. Если кто думает, что мы приехали на рыбалку, нет, мы приехали пить чай. Да, вот пока я тут пытаюсь хоть что-то сделать, Дима решил начать рыбалку с чая. Хотя, его я как старшего товарища попросил показать мастер-класс. Хотя бы поймать одного окуня, чтобы я знал, что он умеет. А то только... А я не тороплюсь! Да, вот так. Сейчас поймаем тебе окуня. Да, давай хоть найти пью, хоть пить чай. Зеленый чай важнее. Да нет, окунь важнее. А потом окунь. Рыбалка или смерть. Посмотри, прислали мне блесенки на обзор. Хотя я предупреждал, что я не зимний рыбак. Но сказали, на пробуй. Что ты скажешь вообще о блесенках? Слушай, ну сейчас современных столько блесенок, что тебе сказать. Я по старинке окуня до сих пор впаянными крючочками ловлю блесенкой. Каркалышки? Даже поменьше, да. Ну опять-таки, это ж я по старинке, как бы, я не часто зимой-то выбираюсь. Это ж уже современные, ну бог его знает. Все равно пробовать. Ну да, понятно. Хошь не хошь, меняй приманки. Я просто, ты же как профессионал, ну нормально, все. Все нормально, меняй приманки. Я понял, понял, пошел. Дима поймал окуня. Ну что ж, видимо мы хоть... А я невидаль. Да, говорит, какая невидаль. Но мы, видимо, на правильном пути. Сейчас будем пробовать. Что ж, первый окунь пойман. Уже хоть уверены, что место, которое мы выбрали... Оп! Была атака. Во как. Прозевал свою поклевку. А вот и мой первый окунь. Ха, нянь, более-менее приличный барбос. Ловит, да. Ну все нормально. Вот такой вот окунек. Ну что, можете меня поздравить. Зимняя рыбалка для меня открыта. И, в общем-то, сразу удачная. В том году, помню, несколько пролетных было. И я решил забить на нее, не ходить. Ну все, плыви. Ух ты, опять поклевка. Так необычно зимой. Скажи. Ага. Оп. Ну что, еще один. Классно. Так я и стану зимним рыбаком, смотри. А почему нет? Да, не знаю. Вот такой вот барбос. Ну, тоже пусть плывет. Все, два окуня поймалось и больше не хочет. И у Димы тоже пока ничего. Я, честно говоря, надеялся, что неужели вот сейчас оно попрет. Как друзья рассказывают, как окунь и просто прут у них. Ну вот у меня пока на зиму никогда так не попадал. Два, три, четыре, пять, наверное, максимум за рыбалку. Ну, посмотрим. В принципе, только час прошел. Еще даже чай не выпит, поэтому. Наборил еще с десяток лунок. Решил, в общем-то, заняться активным поиском. Хотя у Димы сейчас вот сошел большой окунь на старой лунке. На том, примерно, месте, где мы поймали с ним первых. Приманку пока решил не менять. Мне это вообще интересно, насколько зимняя ловля сопоставима с летней ловлей. То есть действовать так же, как летом? Или все-таки нужно как-то по-другому и к приманкам по подбору подходить? Ой, а вон была поклевка. Ёлки-палки. Опа. Ха-ха. Ёлки-палки. Сошел. Еле-еле клюнул, но... Блин, я как-то не ожидал даже. Совсем еле слышное касание было такое, как будто... И не было там никого. Кошмар. Вы посмотрите. А я думаю, кто там кусается. Вот это вот размер. Самое интересное, что после того, как по дну постучишь, вот тогда он проявлял активность. Решили сделать с Димой стратегический перерыв или такой тактический ход. Немножко регогностировку произвести, покушать, поболтать часок. А там, глядишь, и окунь клевать начнет. А там летишь и домой. Ну да, да. А пока, кстати, покажу вам, собственно, те блесна, которые мне пришли на обзор вообще, что это такое. А вы, кстати, в комментарии вообще напишите, хорошие они или нет. Ну вообще, что о них думаете. Просто те, кто мне их прислал, попросили, чтобы мои зрители о их продукции отозвались хоть как-то. Вот такие вот блесны мне пришли. Это фирма, которая, я так понимаю, у нас на российском рынке еще не представлена. Или вот только-только начинает представляться. Называется Кой. Ну, как я уже говорил, с меня зимний рыбак никакой, поэтому я не знаю. На мой взгляд, достаточно неплохие. Сделаны, по крайней мере, качественно. То есть, все как бы, ну, придраться лично мне не к чему. Кручки острые, кольца заводные даже тоже хорошие. Я там всего лишь на двух нашел какие-то там такие кольца, не особо. Но так в целом, в целом приятные блесенки. Собственно говоря, тут вот эти мне пришли. И вот здесь я их по разным, так сказать, разнес отсекам. Это больше моя тема окуневая, потому что я, как бы, ну, особо на большую рыбу пока не стремлюсь в зимней рыбалке. И поэтому вот мне больше окуневая тема. Вот на одной из них я сегодня ловлю и вроде как получается. То есть, окунь поклевывай, по крайней мере, Диму обловил 3.1. Гордиться мало, конечно, чем есть, вот смеется. Но если учесть, что я на зимней рыбалке четвертый раз, нормально. Ну, от вас, кстати, хочу услышать комментарии. Просто напишите, что вы думаете об этой продукции фирмы Кое. Я думаю, что те, кто мне их прислал, им будет интересно почитать отзывы моих зрителей. Собственно, они и хотели этого. Ну, и мне, может, что-то подскажет, что мне на будущее использовать. Вот это вот, допустим, вот это, что, я не знаю, что это за форма. Трехгранка или как там называется. Я еще с советских времен где-то читал вообще, что на нее ловить. Все, легкий перекус у нас состоялся. И снова в бой. Хотя Дима уже предлагает, что, мол, пора домой дергать. Пора и честь знать. О, подожди. Тут, по-моему, кто-то этот. Блин, или меня глючит, или кто-то подтрогивает эту. У меня было такое. Ну, он пассивный совсем. Слушай, когда я, наконец, попаду на активного окуня зимой хоть раз? Так это надо ездить через день. Тогда попадет. Ну, поклевка была. Ну, судя по всему, там что-то совсем... Ух ты! Дим, 4-1! 4-1, говорю! Вот так. Все-таки я прошел уже лунок 10. И вот он, первый барбос. Причем берет на достаточно долгой паузе, когда я уже хочу или дернуть еще раз, или еще что-то сделать. Дима сказал, что у нас сегодня не блеснение, а мормышинг получается. Странная она эта зимняя ловля, необычная. Я подобрался вплотную уже к берегу. Ну, как, не вплотную, конечно, но здесь мель, здесь, я не знаю, сантиметров 30-40. Но почему-то здесь окуня нет. Не, я не то, что просто... Почему он здесь должен быть? Ну, как-то много что читал, смотрел. Часто окунь ближе к берегу, в самих камышах клюет. Ну, вот Дима ходил, проверял, допустим, и поклевок около берега вообще не было. Весь окунь стоит на глубине 2-3 метра, ну, примерно. Опять же, почему? Не знаю, может, сам камыш залезть попробовать? Оп, ну вот. Только я распинался о том, что окунь-собака такая не стоит у берега, и проверенный он клюнул. Хороший окушок. Ну, небольшой, конечно. Рам 100-120. Даже вот так. Да, занятно получилось, конечно. Значит, надо, скажем, опять поклевку. Надо иметь свое мнение и проверять чужие эти... Ой, что я на эмоциях немножко. В общем-то, чужой опыт надо иногда ставить под сомнение и пробовать самому. Хотя, может, это случайность, конечно. Но я уже набурил дырок вдалеке от берега, поэтому сейчас пойду на глубину, на те дырки, которые насверлены, а потом все-таки попробую, наверное, здесь ближе к камышам. Как успехи? Один. А я здесь поймал только, что ближе к берегу. Ну, значит, на брево у него. Ну, надо, в общем, проверять полностью. Да иди, блин. Дырок много надо будет. Ну, мне лень. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. А я гуляю. Понятно. Тебе нужно завести маленькую собачку. Зачем? Ну, чтобы тебе было не так скучно гулять. А, нет, не надо. С камерой рассказываю, как ты сделал выводы о том, что около берега не стоит ловить. А-а-а. Ну, конечно. Я тут рассказываю, рассказываю, так как бабах окунь. Я как этот сижу. У меня есть корешок, Андрей. Вот мы если рядом с металлоискателями с ним идем, у меня никогда ничего не попадается. Это какой-то вор удачи. Вот ты у меня такой по рыбалке. Вор удачи. Да я дырок просто сверлю много. Я уйду от него или вообще не с ним поеду. Да, все нормально. Как только с ним? Ноль. Не, Андрей, так делай не пойдет. Да ну, глянь, я тут сколько дырок избурил, а ты еще, так сказать, этот. А я по кругу ходил. А ты по моим ходишь. А я по кругу, по круто. Да ладно. Надо тебе каждую дырку сдавать в аренду по 10 рублей. Вот так вот. Так хоть я хоть приборай этот под разбогатею. Вот так вот. На пироженку. Ну так ты этот какой. Ты сутенер. Обсуждаем с Димой попутно какие-нибудь еще арт-проекты. Хотя этот, конечно, хоть и завершен, но еще не испробовал. Ой. Вот, видишь как. Да, ну рыбу ловить не хочется. Хороший окунь. Хороший окунь. Вот стоило только заговорить о будущих творческих планах, как сразу был пойман еще вот такой вот красавец. О какой. Хорошая блесна, кстати, получила. Хорошая блесна. Да, хорошая. Ну вот. А я думал, я хороший рыболов. Но это под вопросом. Ну что, сегодня я могу сказать, вообще рыбалка реально удалась. Гляньте какой. Барбос. Отлично. Я зимой таких еще не ловил. Обычно какая-то, глянь, кусается, писюндра. Надо его софоткать. Уловистая блесна вот эта вот. Вот белую ставил, нет. Красную ставил, нет. Желтенькая, желтенькая, двух с половиной поймала. Вот эта бело-красная какая-то. Двойная какая-то блесна. Попробую. Уловистая, уловистая. Показалось на окуне хорошая. Оп. Это ты на стайку попал. Опа. Слушай, неужели, да, не у меня. Это ты на стайку попал. Клев. Оу. Это не он же. Давай будем их надкусывать, чтобы понять. Не тот же этот окунь клюнул. Хороший. Глянь. Видишь, Дима, терпение и труд, а ты не захотел копать. Гуманист. Лиши меня противня окуней. Гуманист, блин. Да если хочешь, могу тебе насобирать. Ну, уже не насобираешь. Да может сейчас только все иначе начинается. Ну, это ты на стайку попал. Ха-ха-ха, ляль. Быстрее, ты быстрее. Она тут тебя вечно. Да бог с ней мне что. Ух ты. Смотри какие окуня, ё-моё. Покажи выпускать. Уже троих таких выпустил. Да это все тот же, ну что ты. Его зовут Гоша. Это ручной окунь. Ты уже показывал, да ты вот. Броси в сторону. Заколебал. Ладно, ладно. Не вредничай. Мне какие. Три окуня, это уже шикарно. Давай, давай быстрее. Дима меня поторапливает. Говорит, что тут стайка. Надо ее пока, в общем, она. Все, наверное, кончились уже окуни. Или в такие моменты надо приманку менять. Не надо. Все, Дима. Но без рыбьи себя блесна хорошо показала. Зачем ее менять? Не какие окуняшки. Не, ну знаешь, как говорят. Давай, давай. Опа, вот это вообще, это монстр. Протвин. Ну будет Диме радость сегодня. Вот, а Константину действительно радость. Потому что он ни разу еще не ловил. Скажи. Все, Дим. Стайка, наверное, пропала. Не, не, я не рассматриваю. Надо чуть замутить по дну, постучать. Только я, так сказать, ракурс камеры сменил. И не отказывается больше. Тоже, ну мне кажется, надо попробовать сменить приманку. Может здесь сейчас она и сработает. Как ты думаешь? Я решил сменить блесну, потому что, ну, вообще меня просто тянет на эксперименты. На самом деле, люблю поэкспериментировать. Причем в самый ответственный момент. Не знаю, понравилась вот такая блесенка. 15 грамм. Но, кажется, здесь для двух метров это слишком круто без течения. Ну, не знаю. Просто хочу попробовать. Да, это предложение. Конечно, есть. Опа. А ты говоришь, вот тебе и. Ну да. Может это вечерний выход вот. А вот и Дима открылся, да? Не, ну как открылся. Но, по крайней мере. Ты нашел стайку, а я к тебе присоседился. Что тут у меня было? С тебя барбариска. Пробуду, не поверил. Ух ты. Пока я тут этот настраивался, он атаковал. Как-то вот на этом удалении от берега. Ты сейчас спугнешь у нее все окна. Не спугнешь. Кстати, вот эта блесна, несмотря на то, что весит 15 грамм, намного дольше планирует, чем предыдущая, которая весит 4 грамма. Не, ну она правда реально долго падает. Ну, наверное, это и хорошо осыпается. Площадь больше, вот у нее и планирование больше. О, поклевка была. О, а ты говоришь, глянь. После постукивания под лун взялся. Это они любят. Ага. Вот так. Я уже много лунок было насверлено снова, уже двигаюсь ближе к берегу и вот где-то посредине опять нашел какого-то несерьезного такого окуня. Что ж, на этом наша рыбалка с Димой сегодня подходит к концу. Я могу с уверенностью сказать, что это была одна из самых лучших зимних рыбалок у меня за все время. А всего зимних рыбалок у меня было всего лишь штук, наверное, 5 за всю жизнь. Так что сегодня однозначно все получилось. Удовольствие получено. День прожит не зря. До скорых встреч. Надеюсь, видео, которое вы посмотрите, вам понравится. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok